Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 990. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушай им сущность Его. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. 1 сентября 2018 года, ну и объявление. Сергей. Спаси Христос, материал о конкурсе православных сайтов распространил в Facebook. Низкий тебе поклон, Отец Игнатий, всем ближним. С сентября 2018 года у меня вылет на самолете с Ростова в Магнитогорск к старшему сыну Русику, а оттуда буду направлять в поселок Потеряевку потрудиться во славу Божию над собой под руководством строгого наставника во Христе. Прошу молитву. События какие, весь день шел морозь, как дождик такой, все в тумане как бы, и уже и на рыбалку не пошел, все так и стоит. Ну что в этот день занимались, мы тут ставили, посылали, как сказать, соревнования, конкурс по сайтам. Виталий Калиников тут был, поставили. И вот сели, интересно, это не вон один, а другие, кто рядом. Я говорю, садимся, ни одного движения не делай без совета. Ну движение там нажать где-то, что-то переслать. Ты понял? Понял, что тут нету. Гляжу, уже нажимает. Ну я же рядом сижу, ты скажи, что ты хочешь нажимать? Мы посылаем в важное место, большой материал подготовили. Уже нажал, но я еще не послал, вернуть назад. Повторяем снова, нигде ничего не нажимаем. Мы вдвое сели, советовались. Я посылаю свой материал, и мы советуемся. Минуты не прошло, опять нажимает. На одну-две успевает нажать. Это как будто в каждом пальце сидит какой-то искуситель. Снова возвращаем назад. Мы сначала обсудим, надо ли тут нажимать и посылать, какой материал. Мы для этого двое сидим. Володя там у себя щебарничает. Ничего не можем сделать. Большой материал посылать. Гляжу, уже вставил. Ну как же, мы только сейчас говорили. Глазами хлопает, и все, пропало. Убираем, закрываем лавочку. Больше не будем делать ничего. Я вижу, что здесь не Божье дело. Ну, мы говорили. Говорили. Говорил, да я только... Ну, ты нажал даже две кнопки. Ну, я же рядом сижу. И это не он один. Они то ли знания свои как показатели, что вперед его кто-то не нажал. Ну, не от Бога это. Ну, мы договорились. Давай, помолимся. И спокойно мы посмотрим, как посылать. Кое-что-то, может, изменить надо. Ну, опусти руки. Взял по руке его, хлопнул рукой. Убери руку. Не задевай мышку. Ничего нет. Гляжу, уже рукой тянется. Человек как одержимый делается. Вот исследования были. Программисты в абсолютно большинстве бесноватые. Он не может. Он что-то пальцы лижет там. Дергается и... Ну, посмотрел. Дай этому остыть. Ты думаешь, так? Вот я думал, так бы, так. Давай, ну, обсудим. Все закрыл и все. Бесполезно говорить. Сам отправлю потом, когда помолимся. И все. Больше не прикасайся. Так и не смогли ничего сделать. Я когда учился, ко мне тоже один так заходит. И прям до крика доходит. Ну, ты подожди. Ты вот нажимаешь. Ты знаешь. Ну, я запишу. Потому что ты уйдешь. А я дальше-то не знаю, как выйти из этого. Подожди. Ничего не получается. И сколько не дергался. И так и осталось. Все. Закрыл. Тетради свои. Ну, как это делается-то? Ну, в любом деле. Шьет. Кто-то учится там стряпать. Поэтапно записывает. Здесь никак. Так. У него какая-то сила давит. Скорее. 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 Сделать. И я ничего не могу сделать. Я-то ничего не записал. Я опять пешкой сижу. Вот такое вчера было искушение. Ну, а уже к первому часу подходить это. Володя стал баню топить. В предбаннике лосточата уже на вылете. Я говорю, в баню только вот жарко же там. Зашел, закрылся и все. Там мойся. Парься. Потом там с собой нижнее белье надел. И сразу вышел, дверь захлопнул и на улицу. Тоже очень трудно это дается. Надо попариться, выйти, посидеть. Ну, лосточата гибнут. Ну, это же не трудно. Вот я помылся, попарился и вышел один раз только. Все. Ну, открытая дверь была, ну, на две секунды. Больше нету. Никак. Тоже вот. Говоришь, говоришь. Я виноват. Ну, баня моя. Лосточата мои. Выросли здесь. Ну, пожалей, пощади. Скоро ему летать. С великим трудом это все это делается. И притом один и тоже человек. Володя сказал, тут все сделают и не откроет. И вот мелочь как будто бы, а за этим многое стоит. А там еще вечернее богослужение. Мы посмотрели фильм. Восхождение там дьявола про Гитлера. Хороший. Карл Лейн. Кажется, Роберт играет его роль. Очень сильно. Уже несколько раз смотрел. И удивляюсь режиссурой, как поставлено. И главному герою. И как страна выходит из тупика. Вот его бы сюда. До того момента, пока он только о своей стране заботился. Все пенсионные возрасты бы сбросил. И все бы хватало. Ну, никуда не годится. Слышишь. Жалобы отовсюду идут люди. Ему говоришь о чем-то. Он о пенсионном возрасте. Ну, понятно. Надеялся. Средний-то срок жизни людей-то в России намного меньше, чем в других странах. Что там взять в Японии, в Америке, в Австралию. И подгонять пенсионный возраст. И получать пенсию некому будет. А речь-то идет только из-за денег. Больше там надо. Подрастают у олигархов дети. Им тоже надо дать какую-то должность, где бы они могли черпать безразмерной ложкой. Из-за электричества, из-за всего, все набавляют, набавляют. Мне-то хватает. Экономно живу. Мало включаю что-то. Дровами топим. А в городе-то никуда ему разогреть. Даже борщи-то надо электричество и 4 рубля. А то очень много. Очень много. Оно течет, паровода. Здесь ничего не надо. Ну, даром считаю. Все уже налажено. Столбы стоят. Трансформатор не покупают. За что? Ну, ничего. Переможем. По славу Божию. Ну, и показать свои ресурсы немного. Вот. Сейчас это мой мир. Люблю его. Хорошая система. Второе. Затащили меня в Facebook. Фейсбук. Сразу вчера не могли. Давай новый образовывать. Она не дает. Кто-то взломал. Система говорит. Давай звонить. У кого оказалось там. Модераторы друг другу в администрации. Передали по каким-то причинам. Кое-кое как созвонились. Нашли. И сразу нас она пропустила. Фейсбук. Не люблю этот Фейсбук. Узнавать по лицам. Кого я узнаю, когда не пишу ничего тут. Ну, не люблю. Ну, вот они сделали на Фейсбук. Неудобная система очень. А вот она помогла там революции. Может быть, помогла революции сделать. Общаться. Вот это вот. Легко общаться. Вот все здесь. Сколько есть. Не одна. 21 тысяча фотографий моих только. 21 тысяча. 9552 видео. Вот в этом моем мире. И все здесь. И поздравления. И кто сегодня пришел. Вот справа. Ну, настолько хорошая система. И анкета тут. Вот. И треки. Подарки какие были. Какие-то посмотреть. Все. Ну, и второе. Это ленточный. Православный форум. 1600 тем. Любую. Бери. А как их найти? Эта тема. Поисковик. Вот. Общий поиск. А новое сообщение нажал на первую страницу. Очень удобный. Правильно сделанный. Красивый. Ну, и дальше. Ну, и дальше. Вот. Православный видеоканал. Такой богатый. Материал выставляется. И. Ну, легко работать. Еще тут нигде не открыто. Еще только поставил. Ветрено и похолодало. И рыба ушла на глубину. Уже 13. Других нет. Ну, простенькое. Любят люди. Вот. Вот. И во свете Библии. Православный библейский сайт. Поставили вот это. Знак нужно поставить. Отослали материал туда. Какая там у них организация. Конкурс. Я в этом конкурсе по сайтам по Библии. Претендую на первую премию. Прямо претендую и заявляю, что лучше нашего сайта в мировой сети нету. Настолько он богатый. Почти 50 книг здесь аудио моим голосом насчитано. Столько моих книг. Здесь нету человека никак. Проповеди тысячи. Это нету. Я не знаю. Как прошу всех помолиться. Я уже сказал. Если у них первое премия 500 рублей. 500 долларов сразу даю Виталию. Потому что у него там долги по алиментам. Так вы что за алименты? Да мне зачем? За что? Что? Обязан кормить ребенка. Да и жену. Вот так. Что тут у него показано? Конкурс христианских сайтов. Еще, наверное, не найдешь. Опубликовать, подать заявку. Это все мы сделали. Теперь только молиться и ждать. Ответы не дали. А уже почти сутки проходит. Почти. На этом все на сегодня. Это процент, конечно. Днали, с подверг. Сотк kids. Соткni& Мальчик.